точно такая же история была дома нет я говорю подождите я из сизо писал что это заявление там все где они все документы нет у нас только вот так вот так вот все что у нас есть вот пожалуйста как это я естественно я все это у меня все фиксируется даже когда сизо писал я копию писал если номера фиксировал я фигурс на председателя все 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 такой-то 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 документ пропал плюс это подтверждается документом в ней соответствующие письма есть копии документов из других дел которые специально провоцировал для того чтобы не просто там чтобы выиграть что-то а что просто иметь доступ к или иным документам я когда суде показал что извиняюсь у меня есть доказательства то что в материалах делу дело нет этих документов они должны были признать наши дайте то там если я не смог доказать что эти документы были все потому что ну ну сам мусору ребята вот это было вот доказательство где они вынуждены были признать но до последнего тянули меня ознакомление с ним я вынужден был все-таки уже подать кассационную жалобу я не потом и такая судья приходите в том числе с видеофиксации можете фиксировать эти материалы дело спасибо не надо кассационная жалоба уже подано и направлено она была направлена потом была возвращена вот сейчас она опять направлена уже полгода уже за это время сроки отсиживают они все рассмотреть не могут они не работают далеко ходить надо так белозерская я по одному там заголовному делу должен быть представителем так пошли на то что уже судьи поменяли тоже они на как нам будет на глаза смотреть она заведомо не виновного человека засудил его отсутствие то есть грубейшие процессуальные нарушения где сказано прям но вы четко прописаны нельзя рассматривать дело уголовного суде в отсутствие подсудимого нельзя это основание для тем апелляционный дезинсион любой инстанции есть судебная практика то есть меня за то что я отказался деть этот намордник она удалила из судебного заседания полностью самого начала то есть вот сначала она мне объявила в розыск то есть я стою на проходу из пристава мне не пускают пустить я буду ходатайство там судья выносит белозерская уносит в определении меня не пускать судебное заседание и тут же меня объявляет международный розыск я вот он нахожусь международный розыск рассмотреть дело мое когда то есть об избрании меры пресечения с ними сажают сами в изолятор 10 месяцев на просидел специально сажают изолятор чтобы я не мог себя защищать какого-то лоха подставляет меня в виде адвоката который просто делает все что им нужно я отказывался постоянно предварительно все нет его по специально какой банный лист я говорю это морду набью его прямо что если ты от меня не останешься его суд это в областном суде становился у таких пытался его не пустить не пустить ты чё идешь на так он умудрялся в тихушку раньше меня плечать и проскакивать суд что там якобы под моим именем делать определенные вещи я в изоляторе писал есть чтобы избежать никаких последствий если придет такой-то человек не надо его просто меня извиняется жених это все равно судья умудрялась заявлять что вот я приходил такого-то такого-то числа мы согласовали позицию своим под подзащитой мне хочется вот я до сих пор и вот было бы у меня воля у нас было бы там сомнитель без праве я бы морду набегу уже давно ну поскольку я живу более-менее в правовом государстве пока я не могу этого делать но я не прощаю ничего уже отказались как он сейчас уже а это вопрос судье или вопрос судье и всем тем людям которые заказали заказали уголовное дело как можно рассматривать уголовное дело в судьте пацаны пока это грубейшее нарушение это статья 305 часть 2 она осудила меня лежать реальному решению свободы за это вообще никого не сажали она мне осудила за якобы грабеж двух пачек просроченного творога и за то что я свой товар купленный моей супругой других магазинах предъявил для видеоролика чтобы снять отказ на кассе в том-то и дело нет еще раз у меня даже не было в торговом зале я не брал эти продукты эти продукты были куплены моей супругой другом магазине нет ничего нету ничего в том-то и дело ничего нету от слова совсем я слышу это парадокс это маразм это тибилизм у моего адвоката был он бы мог там королем ходить мог бы расчехлить как угодно просто понимаете в деле нет ни одного доказательства там превышение волномочий сотрудника охраны то есть как это тело который сейчас идет они просто понимают чем это сейчас всем грозит это по шапке полетить всем чтобы а я вот недавно ролик снял захожу в магазин в окей в окей козлов этот охранник стоит и он не дает на видео признательные показания к ему пойдете не пойду а если попросят пойдете пошли всех подальше что не пойдете в тюрьму себе крыша а вы как решили что товар который был предъявлен на кассу не принадлежит покупателю как решили почему отбирали буду указание сверху я указание сверху а сами не решили до сказали отобрать нарушение массового масочного режима ну да какой повод отбирать товар чужой товар по не оплачен но так товар то куплен был другом магазине другим человеком он просто был предъявлен для видеоролика для контента почему решили так что крыльца нужно отобрать превысить свои полномочия максимум что вы могли сделать это вызвать сотрудников полиции да как говорится тут все запитано на старших на старших ну то есть указание было надо исполнить указание было да фамилию можете сказать для того чтобы как бы если привлекать так привлекать виновных настоящих не вас вы исполнитель правильно но кто виновный кто дал такое жесткое указание задержать вы их уже нет уже убрали до контора контора поменялась а вы остались я стал вас заставляли это как бы говорите либо вы сами так решили заставлять раздавляли кто те кто кого уволили или нет я контора которая как говорится раз ушла от услуг которые мы отказались понятно вот так вот все равно вы все равно как человек все равно не должны были как бы поддаваться вот эту провокацию с точки зрения что вас заставляют вы должны были прямо сказать что вот так и так как бы но молодой человек хайповал на кассе да не первый раз сюда приходит было определенно у него как бы цель со снять роде видеоролик зачем вы так вот начали выворачивать что он там совершил грабеж там две пачки просроченного творога товар который вообще неизвестно откуда был взят кем был взят но согласна что как бы это неправильно да битву смотрите я вам открою секрет приговор будет отменен в отношении меня когда вас предоставят суд ну вызовут суд вы все-таки дадите правильные показания но что как бы вас заставили как вы говорите что вот так и так как бы вот нужно было это сделать я это сказал что на самом деле основании как бы задерживать его не было потому что на самом деле вы не знали что у него в талану в пакете где он его приобрел но предполагали до предполагали ну на этом как бы ролики был построен то чтобы сымитировать покупку из-за масочного режима скорее всего вообще даже без моего участия приговор от не приговор то точно без вас же участвую отменят просто после отмена приговора дело будет рассматриваться заново заново вся эта история будет длиться еще очень долго в деле нет ни одного доказательства вообще что я что-то в этом магазине брал ну просто нет то есть я когда просил беру виду видеокамеры вообще возьмите покажите я что-то беру но я ничего не брали медом в торговом зале не было меня супруга купила товар в другом магазине поступил конкретный заказ и вас использовали знаете в чем сложность в том что ответственность будете нести вы знаете почему потому что именно ваши объяснения ваши показания были поводом для возбуждения уголовного дела тогда очень плохо понимаете вас заставили но вы должны были честно сказать и прийти в суд и сказать что как бы да вот такая ситуация как бы я на самом деле не видел что там кто-то что-то брал и никто не видел ни кассир не видел никто не видел и видеть это не могли потому что я вот вышел из этого магазина вот так вот прошел в районе 35 кассе ну там все выложил и вот подошел сюда все не там не было не там не было понимаете а тот товар который был куплен моей супругой в другом магазине следствие даже не проверяла даже не допрашивала мою супругу ничего не делали понимаете просто беспредел а знаете почему потому что это было было заказное дело я хочу просто выяснить кто заказал кто заказал вы на самом деле стрелочник вас сделают виновным понятно по 306 вас признает виновным так или иначе как бы там заведомо ложные показания но мне не это важно мне важно чтобы выяснить того человека который конкретно виновен виновен понимаете потому что следователь он знал что я ни в чем не виноват они же здесь смотрели видео они же видели что меня нет нету на камеру они же это видели знаете да так а зачем было возбуждать уголовное дело но выяснили что как говорится но нету мама его здесь на к на камерах ну все ну ну вот хайпанул он таким образом зачем это нужно было делать вот тоже много вопросов вас все равно вызовут суд я надеюсь что все-таки вы дадите правдивы показания и вы назовите те фамилии кто вас заставлял это сделать хорошо фамилии я не назову потому что я их тупо не знаю ну хотя бы скажите что вы заставили хотя бы должности тех людей которые у вас заставю нас поделаем без маски я не обслуживаю нас поделаем вару без маски я не увор товаров пробить епарту примите я не Message Забивайте авар, вам ведьмански. Почему? Так по закону Мурманской области. По закону Мурманской области? Да. А можете его показать? Мужчина, проедите, пожалуйста, на инфопункт, вам там все покажут. А вы можете позвать кого-нибудь с инфопункта? Я могу охрану позвать. Значит, смотрите, девушка, я туда к тебе в пакет кладу. Раз вы отказываетесь? И делаю на вас сообщение в полицию за то, что вы нарушаете права потребителей. Всего хорошего. А когда вы посвязывали? Мужчина, куда вы посвязывали? Я тебя вызвала, где он? Мужчина! Мужчина, ты на свой деток, я посвязывал, что я посвязывал. Я. Добой, куда ты? Так, вы пройдемте. Ко мне не прикасаться. Ну, пройдемте. Ко мне не прикасаться. Я не прикасаюсь к вам. Ну и все. Руки убери. Вы не оплатили товар. Так у меня отказывается принять оплату. Потому что нет маски. У меня нет маски, вы правильно заметили. Так это уже выносит. Нет, это отказ в обслуживании. Саша. Ань, позвони, пожалуйста. Позвони в полицию. В полицию позвони. Набирай полицию, вызывай полицию. Набираем. Мониторы, вызываем полицию. Ты меня, это, не, это, руки убери свою. Так у нее и не двигайтесь. В смысле, что мне еще делать? Я обратил товар. Еще раз тебе говорю. Руки сберет меня. Ань, снимай. Смотри, что он делает. Смотрите, смотрите, люди. Он меня хватает, силу применяет. Отпусти меня. Подержи, я сейчас сам туда. Я не смотрел. Подержи, человек ко мне применяет силу. Я имею право в ответ применить силу. Я вас предупреждаю, сейчас будет применена сила. Ну так вы стойте, пожалуйста. Ты уже превысил свои полномочия. Ты можешь максимум меня сопровождать, стоять рядышком. Вот иди и сопровождай. Применение физической силы. Руки убери. Возьмите, пожалуйста. Мы домой пошли. Отказался покупать маску. Значит, объясняю, можно представиться? Посадите эту судью. Посадите. Вот я взял конкретную цель. Вот у меня сейчас судья Белозерская. Я знаю, что она отслеживает мои видео. Она еще раз здесь. Она знает, что я буду идти до последнего. Я не успокоюсь. Не успокоюсь, пока она не сядет в тюрьму. Именно не получит реальный срок. Ну, да, районный суд, федеральный судья. Ну, которая вынесла приговор мне. Вынесла приговор. Она лишила меня на год и восемь месяцев свободы. По пустому, надуманному делу. Реальный срок. То есть, ну, в принципе, там, ну, не говоря о том, что... Ну, людям там восемь лет дают условно. Там все что угодно. Просто я сейчас не хочу ругаться, потому что это не будет правильно. Но у меня очень негативные, скажем так, чувства к этому человеку. Вот я далеко ходить не буду. Она же настолько была заинтересована, что даже когда я находился в СИЗО, она обрывала трубки телефона. Это уже с начальниками, которыми я разговаривал в СИЗО. Потому что я их там тоже доставал своей писанины и тому подобное. Вот они говорили, слушай, что она от нас хочет? Она просто названивала, интересовалась, как я там, что я там, какое здоровье. Я уже просто начал угорать над этим. Я пишу председателю заявление. Это не может быть просто. Пишу председателю это заявление. Прошу разрешить свидание Белозерской, судье вот этой, со мной. Ну, просто разрешите свидание. Ну, что она так все интересуется? Ну, давайте, может, мы встретимся уже где-нибудь на нейтральной территории, там, я не знаю, пообщаемся.